Ковид в Польше. Карантинные ограничения, пересечение границы и запрет на международные полеты. Страйк-объект и массовые протесты. Обо всем этом в нашем выпуске. Польше грозят новые карантинные ограничения, так как количество заболевших продолжает расти. Цифра уже превысила 20 тысяч заболевших в сутки. Каждый день стаёт рекордным. Премьер Матеуш Моровецкий призвал армию помочь полиции в охране безопасности и общественного порядка. Патруль сейчас – это один полицейский и один военный. До 10 ноября продлён запрет на международные полеты. В списке с запретом оказались 34 страны. Что важно, самолёты в Польшу и из Польши по-прежнему могут летать из стран ЕС, Украины и России. 26 октября изменились правила прохождения карантина. Теперь карантин распространяется на людей, имевших прямой контакт с инфицированным человеком, и не распространяется на членов семьи. Однако это правило не распространяется на тех, кто пересекает польскую границу. Тут всё без изменений. Список лиц, которые могут въезжать в Польшу и правила прохождения карантина, пока что не изменились. Несмотря на карантинные ограничения, в десятках городов Польши с 25 октября идут массовые протесты против ряда решений Конституционного трибунала. В списке решений, вызвавших резонанс, ограничение прав женщины на аборт. Уже который день подряд тысячи людей продолжают выходить на улицы. В целом протесты происходят под лозунгами «Это война, революция, это женщина». Пока что на уступки власть не идёт. В Сейм поступил законопроект, который предусматривает снятие запрета на воскресную торговлю. Во время состояния эпидемии и 90 дней после. Новые правила вступят в силу в течение 14 дней после их объявления. В четверг, 29 октября, в Варшаве состоялась пресс-конференция премьер-министра Матеуша Моровецкого и министра здравоохранения. Как признал премьер, полную изоляцию правительство пока вводить не планирует. Новых ограничений не объявлено. Настерп spots Премьер-министра Продолжение следует...